Весь день мы вчера провели в слезах. На нас напала соседская собака. У нас сегодня открылся магазин Сэнсэй. И вот так вот нас вчера ошарашили. Он уехал сегодня в Вильнюс. Потому что там не будет нашей учительницы. Блин, ну такая красота. Я не очень люблю бижутерию, вы знаете. Но даю еще один шанс. Всем большой привет! Ну что, цветочки вы видели? Такой красивый букет. Сделала утром. Купили с самого утра свежие цветочки. Вот так вот сделала букетик. Сейчас расскажу, зачем. По времени я уже должна ехать. Поэтому буду ехать и говорить. Новость, которую вчера лично мы узнали утром. Сразу поняли, по какой теме будет собрание. Вчера в зуме вечером было собрание. Меня сложно удивить. Ну вы знаете, я уже сто раз говорила. Но бывает такая информация резко, от которой ты приходишь. Полный шок. И в общем, сегодня работает последний день наша классная руководительница Алиночкина. Наша первая учительница. И это такой момент для нас вчера был шоком. То есть мы узнали в четверг, что в пятницу учитель работает в последний день. не доработав месяц до конца даже второго класса. И она не будет с нами. Третий класс. Весь наш класс шел не в третью школу, но практически весь класс. Мы все шли именно к этому педагогу. И в какой бы школе она не находилась, все бы пошли туда. Не важно, где это находится, потому что мы шли именно к ней. Это в городе очень знаменитый педагог, очень сильный человек. Просто по призванию, понимаете? Педагог по призванию. Таких сейчас практически нет. И на данный момент вроде как в школе она работает дольше всех. 41 год, кажется. Боже, бацан. И вот так вот нас вчера ошарашили. Учительница просила не приходить. Но мы не можем. Каждый, наверное, принесет какие-то цветочки в знак благодарности. Весь день мы вчера провели в слезах. Это правда. Сегодня я даже не красила глаза, потому что если она к нам выйдет, то это будет трогательно. До сих пор у меня внутри мандраж. И знаете, вот обидно ни за себя, ни за своего ребенка. Ну, выкрутимся. Что поделаешь. Обидно за педагога, который посвятил школе себя, жизнь всю свою, который всю себя посвятил детям, которая очень любит детей, вырастила не одно поколение. что вот так вот некрасиво поступает наше государство. Конечно же. Если вы не в курсе, то по школам проверки на знание латышского языка учителю нужно Ладно. Давайте так. Знать язык, конечно, надо. И все учителя, которые работают в школе, они его, конечно же, знают. Но их принуждают сдавать экзамен на очень высокую категорию. Давайте будем откровенны, на которую вот эту грамматику я думаю, чистокровные латыши не все могут сдать даже такой экзамен. И нам это тоже говорил педагог, когда я училась на латышском сейчас в курсе. Она тоже говорила честно говоря, она говорит, мы сами латыши не можем сдать этот экзамен. И я знаю, сейчас педагоги многие сдают, кто-то сдаёт, кто-то сдаёт, кто-то не может сдать, кто-то пытается, кого-то отстраняют, очень многих учителей по школам отстранили. А кто-то отказывается даже идти на такой экзамен. И у каждого человека есть свой выбор. И вот каждый учитель по школам, он делает свой выбор и имеет на него полное право. Иногда действительно важнее своё здоровье, свои нервные клетки и так далее. Я же не говорю никакому о конкретном человеке, я говорю в принципе о ситуации в нашей стране, наверное, да. У нас жёсткая нехватка педагогов и наше правительство может вот так вот смело высококлассными педагогами распрасываться, профессионалами своего дела просто налево и направо, а потом идти в институт, хватать оттуда каких-нибудь учениц, которые ещё не получили диплом, которые ещё только учатся и ставить их детям. Сейчас вот так вот у нас происходит. Учителя ведут не те предметы, на которые они учились, не те, по которым у них есть знания, потому что нужно быстрее и важнее здесь, чем там. Один учитель ведёт несколько уроков без... Ай, что говорить, вы всё прекрасно знаете и это коснулось уже многих учителей и... вчера просто были слёзы, обиды и мы на зуме все ревели на собрании, мы потом общались с мамами, все ревели, просто все плакали, дети, детей довели до истерики, понимаете, дети плачут и говорят, мы не хотим идти в школу, потому что там не будет нашей учительницы. Вот такие пироги, ребят, это мы ещё не рассказали, как у нас из нашей страны хотят выгонять тех, кто тоже не сдаёт экзамен, у кого здесь только вид на жительство, да, получается, или кто имеет гражданство от другой страны, тоже там не сдав экзамен, вас выгонят. Многие уже... Ай, там это отдельная тема, хотите, поговорим. Сейчас вот об этом говорим. Так что всё, еду забирать Полину, которая последнюю неделю училась учительнице своей любимой. Не знаю, придут какие-то мамочки, но должны, наверное, прийти. Я понимаю, что она попросила, конечно, но попросила тоже не от себя, потому что я попросила руководства, чтобы никто не приходил. Но мы обязаны хоть так. так всё, ребят, долго мы были, целый час на эту школу. Пришли родители, приходили бывшие ученики, все с букетами, с цветами, тоже это было очень трогательно, конечно, все наребелись, нарыдались, договорились о встречах и едем дальше. Поленку везу на английский. Так, ребят, только на английском, рассказываю новости. У нас сегодня открылся магазин сенсей, уйдём от чего-то грустного и отвлечёмся. И мы с Миленой, здравствуйте, это Милена, моя дорогая вторая доченька. Такая стесняшка, да? Мама! Мы приехали в магазин. Чё мы там не видели, да, спросите? Ой, слышите? Постой, заградила я, короче, кошельком в снести экрана. Ну, посмотрим, как он выглядит лепый, что там есть, что там нету. Ну, всё равно интересно. Завтра, кстати, официальное открытие, а сегодня просто открытие. На афишах висело 28-ое, в новостных порталах висело 29-ое. Открытие. Интересно, для чего так делают? Может, чтобы не было столпотворения, я не знаю. Ну, нам всё равно у нас есть свободное время, поэтому мы погуляем. Ну, что, так как официальное открытие завтра, очереди нет. Толпы нет. Сейчас мы в инстаграм запилим, что он открылся. Что я вижу? Детская есть, женская есть, мужская есть, холм тоже есть. Хотите плачешка? Всё летнее, да? обувь тоже есть, белье, пижамки, носочки, всё это есть. Смотрите, какой набор спонжиков. косметика есть. Ну, да, в Сан-Се есть. Вот такое для макияжа. такие даже малютки спонжики, видите? Интерес хороший, кто-то попробует напишите. Хочу, хочу, я хочу. Надо будет Максу показать обязательно, ему понравится. Но они такие тяжелые, в них очень неудобно ходить. Если бы они были как кроксики, снимаю, чтобы Максу показать сумочку, как у папы, можно купить. Без него не буду брать. Или вот такая. О, смотри, жестик. У него же тоже кепка PlayStation? Да, она. Моя тему очень красиво. Очень, 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 смотрите. Блин, ну такая красота. Вот такой у меня есть дома. Сенсей тоже брала в Риге. Обожаю вот это все. Все как красиво, стильно. Обожаю. Все, все, все в моем вкусе. Абсолютно каждая вещь. Штукова забыла нужна. Я в пепку искала, но не было. А здесь есть, видите? Что? Да, вкусно пахнет. Посуду не желаете? смотрите, красивая коллекция войны. Блин, очень красиво. кухни, как надо зеленое. Посмотрите, какая классная вид для этого кухонного средства для посуды и мочалочку сразу положили и все. Вот мочалочки. Что так? У меня дом такая есть? Нет. Не такая у нас? Нет. Это корица, я не очень люблю. Полотенчики маленькие, смотрите, я такие на кухне обычно беру. Че взеваешь мель? Евро 49. Дешево очень. классные. Надо взять, я думаю. Коврики, да? Коврик ванну тоже надо взять нам. Вообще какого цвета я хочу? Розовый, серый, да? Так, купили сумочку, шопер и в нее накидали мелочевку какой-то. Покажу в машине. Пока ждем Полину сразу распаковка шопер розовый, прикиньте, черный мамонт. Ну, типа, черный с розовым. Я люблю шоперы, я люблю там магазинчик, знаете, такой. Что мы взяли? Ничего по-крупному мы не планировали, я могу сказать, что магазин ну, в Риге он больше, да? В Риге нет, в Литве я не буду сравнивать, там только женская одежда, в Риге он, конечно, больше и больше выбора. Ну, Рига. А здесь получается так, что как будто бы сжато, да? Для дома что-то есть, но немного. Конечно, на сайте больше всего, но это и понятно. Одежда. Я не могу сказать, что люблю одежду сенсей покупаю детям в основном, но не очень люблю. Им бывает там что-то понравится и окей. Я не люблю такое, знаете, яркое, пестрое, а сенсей это любит. Дети тоже это любят. и там как будто бы мало выбора. Там вот так я посмотрела, тебе то, что показалось, например, женская одежда, кому актуально, что там, шстаны, джинсы, пару футболок, пару платьев, какая-то обувь, да, и все. Ну, то есть, может, потом добавят. Пиджаки там есть. Ну, короче, мало. Но спасибо, извините, на этом. Просто схватила максимум, трусики. У нас сенсей много трусиков, но хотвилс у нас еще нет. Максим, не знаю, против, нет, что я сверкаю его нижним бельем. Полинки схватила носочки. Кому интересно, 2,49 такие трусики. Ну, хотвилс, хотвилс, понимаете. Полинка такие носочки любят, знаете, вот здесь когда такие высокие, нужно носить тут разные цвета, здесь 5, пар. 2 евро всего. Ну, шоппер был. Маски зачем-то с Миленкой взяли, я не знаю, что за маски. Ой, ой, ой. Что за маски? О, заколочка я себе взяла, сейчас заколю. Держи, заколю, давай маску. Маску для сияния взяли. что там, какое сияние за еврик, может быть? Миленка себе взяла золото, бриллианты, какие-то такие. Она любит, постоянно меняет, потом через час теряет опять, да, какие-то такие серьги. я не очень люблю бижутерию, вы знаете. Держи. Но единственное, в последнее время серебро нравится. Вот что-что? Мне вообще золото, конечно, нашел, но в последнее время мне нравится серебро. Хотела бы серьги, может серебряные, кольси серебряные. Ну, не за еврик, Миленка, за еврик. Все, распаковку мы сделали, ждем поле, едем домой. А, в смысле, а в сад? О, сейчас подумаю, куда мне, короче, надо. Неожиданно, ой, вообще наушниках ничего не слышно, наступил вечер, вышел. Ева, иди сюда. Посмотрела, какое солнышко и вышла с Евой. Миленко там готовит, ужин. Ее фирменное блюдо теперь уже. Курочку с рисом. И мне так захотелось просто дойти до моря. То есть, вот, там, дома наши, но это не наш, наш следующий. И вот так вот, по прямой дойти, и вот тут вот уже море. Включила себе. Так, не ходи в траву. Клещи везде. Начался сезон. Мать, паникер. Вот здесь иди по дорожке. И даю себе шанс. Сегодня скинули девочки аудиокнигу. очень нахваливали. И вы знаете, я это не люблю. Но даю еще один шанс. Я на слух так не очень хорошо воспринимаю, на самом деле. но начну. Книга всего лишь на час. Сейчас я час, конечно, гулять не буду. Конечно, лучше сразу бы послушать. Но посмотрим, как у меня хотя бы начало пойдет. Все, не отвлекайте. Покажу вам море. Субтитры сделал DimaTorzok море великолепное, как обычно. Там всегда у нас, короче, на малу собираются много машин, когда сильные волны, когда сильный ветер, когда очень красивый закат. А у нас часто красивые закаты. И там всегда на площадке много машин. И так прям смотришь, люди приезжают. Если там не сильно ветрено, то можно на малу прям походить, посмотреть на море с одной стороны, с другой, на закат посмотреть, уединиться. На площадке собирается всегда очень много машин. и все смотрят прям из машин на закат. Так романтично. Парочки сидят, собачками все гуляют. Красота в трех минутах от дома. Боже, ну это просто кайф, я считаю. Так, будем ждать Кирюшу. Он уехал сегодня в Вильнюс. Целый день его нет. Я даже не помню, говорила я это или нет сегодня. Ну если говорила, значит, короче, уже несколько раз сказала. Если не говорила, вот. Должен приехать и хотела рассказать кое-что. Короче, что у нас случилось? А, кстати, давайте по порядку. Книга. Я прослушала половину книги, может быть, чуть меньше я дошла до третьей главы. И знаете, подружка сейчас уже говорили, аудиокнига это такая... Ну все, не ругайтесь, не знаю, вы устали, уже полдесятого. Иди с другой сторонки. Аудиокнига, чтобы вот я сначала не могла включиться, я начинаю думать свои мысли у меня какие-то. Держи ее! У меня какие-то свои мысли, да, а потом я начинаю вспоминать, что у меня же книга, надо ее слушать, она же не просто на фоне, да, идет. И я начинаю включаться. Это действительно как медитация своего рода, что ты здесь в моменте, и ты слушаешь вот именно это. И отключаешься от всего. И вот этому надо научиться. Я буду этому учиться. Книжка интересная, моя тема, дослушаю до конца, если отзыв свой, потом расскажу, поделюсь. Но можете покидать пока свои варианты, что интересного. вы последнее прослушали, если вы слушаете книги, потому что именно читать я не могу. У меня катастрофически на это нет времени, и у меня, когда оно есть, у меня нет желания. Вот. Потом мы пришли к подъезду, на нас напала соседская собака, я его еле выдернула, просто это было безумно неожиданно, и я такого не ожидала, такой подлянки. Собака просто вылетает из подъезда и сразу на его бросается. А она была возле меня, вот так, прям возле, вот-вот, 5 сантиметров от меня, еле выдернула, боже, как я вас кулила потом от обиды, конечно, больше всего, наверное. Вот. И Милена приготовила ужин, Полина. Очень вкусно. Да? Вкусно. Курочка с резкой. Еще хочу. Я тебе покушаю еще. Чего? Давай покушаю. Папе только оставь, да, чуть-чуть? Ооо. Ты не хотел? Ну, Максимка хочет маленький у нас, потому что... так спали. Ты в саду спал хоть? Я нет. Как это нет? Ты должен был спать в садике. Мало поспал. Не достал. Максим как мама, он любит спать. И если Максимка не выспался, тушите свет. И я такая же. Все львы, наверное, такие, нет? Вам нужен сон. А я так всегда просыпаюсь ночью, не сплю пять часов. Вот. Кто-то как бы спокойно воспринимает, да, то, что сна мало. Ну, как бы, идет дальше и идет. А я такая, что если мало сна, то все. Не думаю, что... Я злая, я все, мне ничего не мило, и так далее. Макс такой шум. Вот. Так что пойду уже их укладывать с вами. Будем прощаться. Спасибо, что провели с нами этот день. Увидимся завтра. Я кушаю. Пока? Ой, ты так мало положила? Или это уже вторая порция? Там все равно было мало. Ага, это добавка, да? Твоя. Все. Пока. Давай. Говори пока. Пока. Прокуряй, ну очень. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...